Вспоминай это странное сообщение, пришедшее откуда-то, и голос, пробирающий до мозга костей. Судя по всему, это всё, что она хотела сказать. Я только-только зашёл в игру, не успел поздороваться, а она мне сразу про этот странный голос. Всем привет! Меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем возвращаться домой. Как-то это каждый раз очень странно звучит, но лучше я ещё не придумал. Тут у нас есть раздраконенная планета, прогноз риска смертельно, температура адская, ветер штормовой. Это нам как бы говорит только об одном, мы отсюда сваливаем. Сваливаем мы отсюда, кстати... Так, чистка охот за головами, погоди, лазер у нас сломан, я понимаю, всё очень плохо. Мири... Мири, Мири, Мири... Дезинфицирующая бомба, ну это жесть какая-то. Мири надо полечить. Хочешь, не хочешь, по-моему, это слишком, говорит, не на орбите, ясно, понятно. Не на орбите, не на орбите-то оно... Чёрный ящик, адаптивное лекарство, это ей не поможет. А так, у Мири у нас ожоги и сломанная рука. Сломанные руки мы лечим, лечим мы руки сломанные. Чё, нечем? Это очищающие паразиты изнутри, целебные свойства. Знаешь чего? Давай отдадим, наверное, цветок лозы, ягоды лозы. Нашему ботанику, ну-ка, лекарство может пригодиться. Полученные инопланетные травы, где? Вот. Бесполезная. Да, бесполезная. Ботаник хорош, смотри. Практичный такой полезный человек, который всю эту травку, лозу может пускать на слебные эти. Пойдём, пойдём. У нас есть миссия, нам надо дезинфицировать. Этим мы сейчас и займёмся. Ну вообще, взрывать целую планету, главное, заражённую мезурани. А почему заражённую? Мне про этих мезурани так никто толком ничего и не рассказал. Ммм, чё это, какая-то космическая вредная плесень или чё? Они же вроде... Они просто пытаются расти. Мы докажем, что в космосе есть что-то для каждого. Это новая эра в истории человечества. Ага, а для мезурани у нас есть бомба, да? Замечательно. Они просто пытаются как-то расти и развиваться. Ищут свой дом, наверное. А тут на тебе. Давай-ка я сначала залечу на базу, а потом мы пойдём всё взрывать. Вот сейчас мы, кстати, попробуем спросить насчёт мезурани у этих ребят. Кем бы они ни были, это наши роботы. Ну, энтропы вообще вряд ли что-нибудь знают. Справедливость требует того, чтобы доступ к базе данных был только у администратора. Ммм, да, ясно, понятно. Может, я как-то могу это самое, выполнить, запустить их от имени админа? И поковыряться в базе данных? Это было бы неплохо. Так в смысле время и стекло? Я у тебя две строчки спросил только. Скотина! Вот чайник, а космический? Мне срочно знаешь, чего надо? Мне срочно надо какую-нибудь расу, которая лечит. Больницу, именно больницу. Потому что у этих роботов у них всегда активна верфь, где я могу починить свой корабль. Но мне надо починить свой экипаж, а не корабль. С кораблем у меня и так всё довольно-таки в порядке. В порядке. А вот с экипажем беда. Так жарко. Мы опять подлетели слишком близко к солнцу. Так, а ты чё там, болеешь, что ли? Жилой отсек. Да у тебя всё в порядке. И, кстати, давай-ка мы его, наверное, на челнок назначим, потому что... Хотя давай мы Зои. Ну конечно, сейчас антропы добренькие, но спорим, что им хоть слово скажешь, они тут же придут и сожрут твою планету. Давай-ка у нас Зои пойдёт на челнок, а Мири пускай отдыхает. Потому что Мири уже досталось по самой неболусе. Я всё время пытаюсь выйти через эскейп. Не стоило экономить на защите от внешнего воздействия. Так а никто и не экономил, у нас щит работает, ты чё? Дружбы Мизурани. Наверняка они летят, чтобы меня остановить, и я прекрасно их понимаю, потому что я несу хреновую бомбу на... Не надо так делать, игра, ты чё? Она взяла вообще, слышь. Ты понял? Вот так вот Мизурани борются за своё выживание. Они просто встраиваются в код игры, и как только ты берёшь бомбу себе на борт, чтобы уничтожить их планету, они крашат тебя нахрен. И откуда я сейчас начну? Скажи мне, пожалуйста. А, отсюда прямо, да? Теперь мы считаем вас друзьями, ну давай поговорим. Мизурани приветствует людей, Мизурани отправляться в путешествие в новые земли. Что ты хочешь от меня? Мизурани нуждаться в доме, вы найти дом для Мизурани, Мизурани быть благодарна. Показать? Давай, давай покажем им дезинфицирующую бомбу. А, Мизурани не знать многих вещей. Блин, ну мне жалко эти грибы. Ей-богу. Восхвалять, оскорбить, говорить. Кстати, а таинственный сигнал? Мизурани не знать. Ладно, Мизурани, до свидания. Чего они хотят-то? Возможно, невозможно, скорее всего, так и есть этих Мизурани. Я сейчас просто-напросто убью к чертям их планету. А можно так, давай вот сюда. А можно, а можно, кстати, а это что? А это дрон, да? По-моему, там дрон. А можно действительно найти им новый дом, и они будут там жить? Какой интересный у тебя космический курабель. Давай пообщаемся. Опа. Кветхест, в базу добавлена новая раса. Новый вид пришельцев, быстрее, быстрее. Всем приготовиться. В этот раз я буду говорить. Можно? Что, твоя очередь была в прошлый раз и в позапрошлой? Я старше, пусти меня. Может, если в прошлый раз я позволил тебе сказать ступительную речь, ты не полез бы жать неверующим руки и не спалил бы их в труху? О, боже. Они стой, они слушают. Приветствуем вас, люди. Мы вестники Кветхестов, адепты симбиотрии, лабиринты и второго завета. Смиренно просим позволения направить вас в вечном мраке неистины. Вот это вот точно уже космические свидетели Ягова. Всего один несчастный случай. Один. Крусть спасителя нашего среди звезд. Прекоратишь ли ты ставить нас в неловкое положение? Человек смотрит. Веди себя, как пристало вестнику. Ну, вот так вот. А, давай я спрошу у тебя про мизуранья. Предмет, дело полу, дополнено. Знаете, что странно? Они не пользуются вратами. Плоть любого существа, однажды прошедшего всем путем, навеки отмечена особая энергетическая печать. У мизураней такой нет. Возможно, кто-то их переносит. Возможно. Если это споры, то почему бы и нет? А, спросить работа. Заняты поисками ключа Триединства. Мы не будем докучать вам подробностями. Мы попытаемся. Мой брат очень любит поболтать. Только не перед людьми. Да, ключ Триединства. О нем говорится в наших легендах. Его обнаружили обитатели вашей галактики. Раса, именуемая Майло. Затем им воспользовалась раса надменных существ, известных всей галактике как Тшанцу. Мы с Тшанцу, по-моему, еще не встречались даже, да? В наших священных текстах содержится пророчество о том, что следующим хранителями ключа суждено стать нам. И что он откроет нам славный путь в намерие. Так если вам суждено, чего вы паритесь-то? Если так написано в пророчестве, значит так все и случится. Идите отдыхайте. Пока оно не произойдет. Все мы с радостью этого и ожидаем. Хорошо, услуги, торговец. А, нет, спасибо. Может быть, прощальное благословение на дорожку? Я уже понял, что в этой игре лучше ни от кого ничего не принимать. Потому что здесь никто не протянет тебе свой тентакль дружбы без каких-либо корыстных побуждений. Всем обязательно либо что-то надо будет потом, либо они тебе этим же тентаклем и подгодят. Ну, давай посмотрим. Убью своих землеройку и ютубера. Мы прочтем вам отрывок из книги Падших огней. Отправились в великий поход те из нас, кто считали себя сильнейшими и величайшими. И были среди них амаринты, сановники, вестники, двух полюсов и певцы света, дети сияния утра. Или утра. И забыли они свою вражду и соединились, как было при первом рассвете. И началась новая эра и новый рассвет, что возвестили пророчества. И был тот рассвет началом величия и ознаменовал возвращение на путь истины, что ведет к столпам Вознесения и Превыша. Да, прочие остались позади. На том си... Ой. Не унывай, брат, с тех пор прошло немало великих циклов, мы выросли, мы преобразились, повзрослели, во тьме мы обрели свою собственную истину и теперь наконец готовы проследовать священным путем, обрести свет, отыскать ключ Триединства и пройти столпами Вознесения. На этом сия проповедь заканчивается, благодарим за внимание, слава богу, все, я поехал. Какая неудобная, неудобная, маленькая совсем, вот просто пипец какая неудобная планета. Два, один, нет, 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 нет. Давай, давай, отруливаем. Слишком, слишком сильно. Да ядрить твое налево. Хватит вокруг меня летать, свалили нахрен все резко. Да что ж такое-то. Я эту дружбу сейчас пристрелю. Вот, вот так. Аллилуйя. Сесть, карта, улететь. Вещерыгр, ребятки, какие пожелания? Мы вообще-то сейчас планету бомбить будем, а у них там вечерыгр. Ну, лаборатория, мне ее прямо отсюда. Не нравится мне эта затея с бомбой. По-моему, это слишком. Бомба готова? Да, Шивон любит мощные взрывы. Давай мы их посетим сначала. Давай мы сначала... Так, прогноз безопасно. Зараженная планета. Давай только не будем играть на раздевание, я на тебя уже достаточно насмотрелась. А ребята там развлекаются. Развлекаются во все, но и правильно делают. Они могут умереть и в любой момент, поэтому почему бы и не сыграть в карты на раздевание. Так, тут явно есть уже какой-то квестик. Надеюсь, в этот раз он рабочий. Ты че лагаешь, что так игра? Тихо, 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 но нет! Гравитация, главное, очень слабая. Зуи крит с отрясением мозга. И при этом ни хрена затормозить толком не может этот корабль. Я вообще, по-моему, сейчас зажал сразу две кнопки, да? Когда у меня челнок приземлялся. Давай, пожалуйста, его сделаем вот так. Так, так. И назад. И назад. О боже, как это неудобно. Да ладно, ты смотри, FPS проседает в этой игре. Да ладно, я не думал, что такое возможно. А чтобы изучить, нажмите да. Вижу разбившийся корабль с орбиты. Очевидно, что он находится в центре очага заражения на этой планете. Металлический корпус оплавлен, деформирован при ударе. Грунт у меня под ногами опять. Давай. Интересно, этот бортовой журнал корабля. Получается, изначально Рой собирался обрушить судно. Но вот этот незаселенный мир, но в последний момент пришел сигнал логосов. Вместо того, чтобы следовать первоначальному плану, Рой переключился на планету с полумиллиардом примитивных аборигенов. Очень странно. Мне продолжать осмотр? Но мы уже покидаем локацию. Да ладно, давай, короче, долбанем. Как следует, по этой планетке. В какой игре еще можно взорвать планету? Ну, в конце-то концов. Так, 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 лаборатурия. Блокнозуешь что-то не так с этим Мизурани. Ну, да, с ними что-то не так. Они умерли. Груз долой. Дружба Мизурани со мной явно больше не дружит. Как только дело в теплице пойдет налад, мы всегда освободимся от гнета белкового пюре. Логосы летят. Логосы, алло, стой. Тормози, логосы. Вы можете остановиться, я вас прошу. Да собаки вы неадекватные. Алло. Вы заслужили наше уважение, юнцы, ваш статус. Вы утратили наше уважение, искатели, ваш статус. Квет Хестен и меня обиделись, логосы порадовались. Небо пылает, какая трагедия. Но помните, это необходимое зло. Мы отекли еще одну щупальце Роя. Сегодня вы оказали нам великую услугу, дети мои. Шестьсот шестьдесят кредитов. Да, еще шесть, а? Нет, ладно. Мы, Логосы, склоняемся перед вами, наши возлюбленные дети. А ты бы лучше склонился, я не знаю, и починил мне, например, бур. Нет? Угу. Таинственный сигнал сообщение издалека продолжит. Вы собрали данные, о которых мы вас спросили. Так давайте же взглянем на результаты. Спасибо, именно этого мы и боялись. Так, отмена миссии звездов нашим. Вы отратили наше уважение, новорожденные в ваш статус. Вы заслужили юнцы в ваш статус. Вы охренели? То откатили, то подкатили. Для всех нас наступает темные времена, мы будем это иметь в виду. Или мне вообще не надо было им таинственно этот показывать? Вообще они какие-то членоголовые. Как бы ужасно это ни звучало. Черный ящик. В этом вопросе ясно-понятно. Смотри, какая у них реакция на цветок лозы. Мы всегда можем найти применение подобным вещам. Например, производство антидотов, сывороток, средств для очистки и не согласитесь ли продать. Дают они мне саван вороного, покрывая тело нановолокнами для лечения серьезных ран. Наверняка это поможет починить руку мирям. Давай. Мужчин рады, ага. А если накопитель я тебе покажу? Ясно. Волкугру. Ишь ты какие, не хотели бы вас торопить, но это самое. Мы занимаемся важной работой и время дорого. Да и валите вы нахрен. До свидания. А че планета-то не взорвалась? Я думал, будет тоже какая-нибудь раздраконенная, потом планета нет. Она осталась целой. Ну хотя, возможно, невозможно. Скорее всего, это была какая-то биологическая бомба. А не взрывная. Да? Надеюсь на это. Охотник за головами. У нас еще есть квест. Пролетели четверть пути до дома. На корабле воняет как... Лучше вам не знать. Ага. С вами Зои Крит. Прямо из ада. Угу. Из ада. Воняющего. Так, ладно. Валим отсюда. Охота за головами. Кстати, у нас еще есть квест. Ты смотри, перелет-то, кстати. 200 кредитов уже стоит отсюда туда. Это как-то жестко. А куда мы дальше движемся? Здесь вроде довольно безопасно. Ну-ка, красный гигант. Желтый карлик. Никаких тебе черных дыр и пульсеров нету. Здесь есть как раз внизу. Справа тоже есть. Через верх мы не пойдем. Мне, кстати, вообще смотри, чтобы этот квест сделать, охота за головами, черный ящик на космическую станцию Логосов. А, Логосы, 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 Логосы. Логосы это вот здесь, да? Это вот их значок? По-моему, да. Ну, планетяне... А, нет, Логосы это вот такие вот, индейцы. Здесь ворота. Вот, космическая станция, значит, мне надо... Да что здесь летает? Ничего, это просто врата. Движемся сюда. На эту космическую станцию и сдаем там черный ящик. Мы больше не можем дружить с вами, пишет сообщение Мизурами. Я бы тоже сам с собой не дружил, если бы на меня сбросили бомбу. В разное время перепробовался религии мира, но кто знает, чем увлекаются кветхесты. Да здесь каждый второй миссии извращения. Так, ладно, мне нужны ресурсы. Кветхест, вестник. Иди сюда, по щам дам. Улетел. Ладно. Так, кто-то что-то опять от меня хочет. Нет-нет-нет-нет-нет, еще вот сюда выворачиваем. Ох, утро. Что? Почему все мокрое? Аж ты что, засунул мою руку в кружку с водой? Ну, все оказало довольно-таки безобидно. Я думал, там мокро по другим причинам. Ну и хорошо, что я оказался неправ. А это наш друг-подорожник. Алло. Умирающий, кстати, опять. Зараженная лоза. Зараженная. Оно пытается говорить, но издает лишь неунятное хрипение. Кажется, растение передает координаты. На галактической карте им соответствует планета. После этого последнего усилия растение безжизненно затихает. Ух ты, а откуда у меня, кстати, бабла столько? Тысяча сорок. Я даже чуть не обратил внимания. Видимо, кто-то где-то что-то насыпал. Эй, вы умерли? А можно я тогда вас расстреляю и заберу ресурсы, а? Ладно, я не буду этого делать. Или буду? Не, не буду. Планетка, 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 планетка. Планетка это означает только одно. Слушай, тысяча этих, тысяча кредитов. Мы обязаны вернуться домой, да отстаньте от меня. А тысяча кредитов это значит, что я лечу на ближайшую станцию, пополняю там запасы и ремонтируюсь. Потом мы выходим на галактическую карту и ищем, на какую планету меня этот умирающий подорожник. Пытается послать. Вух ты ж, блин. Добыча газа Кветхест. Забавные ребята, особенно если ездили на них, смотришь. Вообще это какие-то протосы. Самое натуральное. Добыча, добро пожаловать, да-да-да. А работа... Ну-ка. На базу добавлено новое слово, оболочка Кветхеста. Оболочки у нас в недостатке и тебе о том ведомо. Производить их трудно. Окей. Отказаться от них нельзя. Мы заметили, что пришельцы крайне тяжело воспринимают идею общения с чистой энергией. Особенно, когда они сгорают и превращаются в кусочки пепла. Маленькие такие кусочки. Звездная Матерь. Ирини, Карка, ничего против не имели. А тут-то в чем проблема. Так, оболочка. Вы принесли новые оболочки, а у меня их нет. Как прискорбно. Миссии в наших мирах могли бы прислать нам запас, если они уже выросли. Так, ладно. Будем искать оболочки. Купил я фильтр, который повышает переработку газа. Я так полагаю, он это... Он будет в сбойшем КПД просто перерабатывать. Так, подчинка. Корпус корабля и челнока я чинить не буду. А, исправьте дефекты прибора. Ну, давай. Хорошо, это готово. У нас есть 775 теперь бабла. Так, это я здесь только что был. Запасы. Вот знаешь что, давай я... И это куплю. И это куплю. Пока бабло есть, заморачиваться не будем. Единственное, чуть-чуть там 200 кредитов надо, да? Отложить на проход через врата. Ну, боже мой. Опять напутственный отрывок из нашего слова. Давай я это зачитывать не буду. Ладно, дал Звездный Отец первым этим самым. Во всяком случае, я это прочитаю про себя просто, потому что вслух это будет долго. Постреляй, бля. Ясно, понятно. Такой говорит финал книги Последнего Рассвета. Надеюсь, это и правда был финал, и они больше не будут свою эту религиозную дичь нам втирать. Валим. Смотри, мы сейчас занырнем в одну солнечную систему, где у нас есть какой-то квестик. Давай глянем. Аааа, воплощение сознания наступит летний сезон цветения. Лоза приветствовать. Оболочка. Это превосходить на шеете, ясно, понятно. Работа. Не иметь ничего, что предложить. Охота за головами. Ясно. Показать основу блокнота на копителе к Драсиле. Нуждаться в отдыхе? Ишь ты какие, срулили от ответа. Ладно, до свидания. Итак, мы садимся. Здесь у нас есть какой-то квест на этой планете. Не какой-то, точнее, а вполне себе очевидный. Гравитация средняя, температура тропическая. Хорошо, ресурсы пока подождут. Сначала квест. Нет, это-то не убиваемся. Давай налево, пожалуйста. Во, зачет. Я на растении. Все деревья вокруг меня мертвы. Стволы ломаются от самого слабого удара. Ага, мы сели на шаттле. Из проломов выползают, фу, выползают сотни черных личинок. Похоже, эти деревья буквально кишат ими. Осматриваюсь, ага. Вот и источник загрязнения. Кажется, это контейнер с радиоактивными отходами. Земля вокруг него превратилась в один большой студенистый пузырь. Мне его проткнуть? Ткни и беги, ладно? Пытаюсь воспользоваться плазменным резаком или мочете. Вообще-то, давай, короче говоря, в деспейсе плазменный резак всегда рулил, поэтому давай сжечь. Зои крит ожоги. Оно плавится плаве. А, на меня попало немного расплавленного содержимого. Я... Только не говори, что умираешь. Все отходы выходят наружу, пузырятся. Это нечто вроде сферы. Осторожно. Думаю, оно собирается взлетать. Оно движется по направлению к Дедалу. Как можно скорее возвращайтесь в челнок. Без меня ничего не предпринимайте. Мать твою, ты еще что такое? Я думал, моего пилота что-то захавало. Так. Сейчас будет драка. Я настаиваю на драке. Надо настучать по рогам этой твари, чем бы оно ни было. Эссенция заразы. Иди сюда. Сюда иди, я сказал. Бляха-муха. Я в планету впилился. Ну, че ты? Че ты, че ты, че ты, че ты? Ай. Блин, мне на фоне этой планеты даже не видно, что он там атакует что-то. Приветствие, кстати. Серьезно? Нет, не серьезно. Так. Я ему вшатал. Я ему вшатал как надо. Еще вшатал. Оно уже начало, ты говоришь, типа, оно движется там к этому дедалу. Я уже подумал, что реально что-то захватило моего пилота, знаешь, либо его разум. И уже не пилота, а нечто другое в скафандре там вместо него движется к дедалу. Вспомнили всякие фильмы фантастические. Но нет, все оказалось проще. Просто какая-то огромная, мохнатая, не скажу что, поломка спектрографа. И я промахнулся. Взлетела с планеты и решила меня атаковать. Почему бы и нет? Вот так вот тебе. Нужно вернуться за наградой. Погоди, давай к сначелу заберем, там какие-то ресурсы вылетели. И что у нас здесь? Ягоды лозы? Они же зараженные. Выброси их нахрен в шлюз, а? Быстрее. Там что-то еще выпало, да? Еще. А вот он какой космос-то живой оказывается. Тут тебе и одни, и другие, и третьи. У них там терки какие-то у всех этих раз. Еще ягоды. Все. Мы всех убили, мы отсюда сваливаем. Нет! Это я шибанулся. Вот это я шибанулся как следует просто. Надо вернуться, сейчас дать квестик. Ай. Зои Крит, сломанные ребра. Ну, давай посетим прямо так. Быть свободной, скверной, демонстрировать благодарность. Приветствовать вас, предлагать вам отдых. Получено благодарный росток. А работа есть? Не иметь ничего, что можно предложить, а услуги... Вот она, больничка, Зои Крит. Я могу починить только пилота челнока, да это печально. Починка, запасы, торговец. А в магазине чё? Ягоды, цветок, плоды. Это все аптечки, можно сказать. Целый косарь был только что. Осталось 325. Двигатель починил, корпус я чинить не буду, корпус я починю ресурсами. Топливо для челнока я тоже наберу, просто-напросто ресурсов. Торговец? Нет, спасибо. Все. Мы отсюда уплываем на космическую станцию и сдаем там ветвь, кстати. Давай возьмем ветку, она у нас опять будет прорастать по всему кораблю, наверное. Давай, давай. Сейчас мы этим ребятам будем сдавать квест. Это же наши водолазы вроде как. Сверхподозрительные просто пацаны. А нет, это членоголовые, да. Космическая станция, стыковка... Охота за головами. Да к смысле мудрости, смотри, у меня черный ящик. Космическая станция, ах да, мы логосы возложили на вас эту печальную обязанность, я с радостью вознаградим вас за труды. Отдать? Логосы, друзья, Кветхес считает нас врагами, держитесь подальше. Кветхес не любит членоголовых, и что самое печальное, Кветхес контролирует врата, через которые мне нужно из этого сектора свалить. Огромную услугу, мы логосы благодарим вас. Саван-то я, кстати, так и не посмотрел, но да, видишь, на нем написано, что он там руки-ноги лечит, ребра лечит. То есть все как надо. Мне Саван уже как минимум одному человеку пригодится. У них дохрена чего есть в магазине, а у меня есть дохрена бабла. Для поиска точек интереса. Личный щит тоже давай. Набор исследователя пусть будет. И еще один Саван. Вот это я брать не буду, потому что такие лечилки у меня есть. 780 кредитов. Биотическое покрытие уменьшает урон от нападения паразитов, оптимизатора системы жизнеобеспечения. Импульсные элементы. Сколько здесь всего, а? А у меня один слот. А сканер под пространство позволяет прыгать на большие расстояния. Вот это сразу давай. Просто без вариантов. Остальное я даже читать не буду. 330 кредитов, 450. Из них 200 сейчас уйдет. Починка, корпус корабля. Давай, наверное, все же починю так, потому что нужно дохрена. Все. 350. Мы отсюда валим. С кветхестами у нас теперь война. Но я, в принципе, этому только рад, потому что должны же мы, в конце концов, с кем-то воевать. Ворота, смотри, уже 300 кредитов подняли. Вот сейчас я прилечу сюда и, собственно говоря, всех их там поломаю. У нас со всеми подряд здесь дружба уже. Это не здорово. Ни хрена себе они там выслали. Смотри, а раз, два, три красных. Сейчас будет мясо. Ну давайте, давайте подеремся. Война войной, а ресурсы забрать надо. С каждым разом все труднее и труднее. Все больше этих камней, они двигаются все быстрее. Блин, засада. Тут, ай, больше калечишься, чем собираешь этих ресов. Железо, кстати, один. Железо мне сейчас тоже пригодится, если мы будем воевать с этими кветхестами. А воевать мы с ними, чувствую, будем. И будем воевать очень много. Все, я здесь все собрал. Улетаем. Ну давай, давай, давай. Кто кого? Ой, это же вы же, ребята. Кровь или монета? Давайте, идите сюда. Кровь или монета тоже? Мне они еще спрашивают. Я просто постою здесь и спокойно их расстреляю в упор. Ресурсы у меня для ремонта есть? Смотри, а? Они взяли от меня, отлетели. Воу-воу-воу-воу-воу. Получил собака. Они тараном тоже берут? Точно. Они меня таранят, ты смотри. Какие сволочи. Ну давай, давай. Протарань мои ракеты, засранец. Чтобы ответить на звонок. На какой на звонок? Они уже сдохли. А на борту глукт. Человек главное. Какой же он человек? Мне этих глуктов как-то даже немного жалко. Их, по-моему, шпыняют в этой вселенной все подряд. Толстый, но самоуверенный, пока у него есть еда. Что-нибудь узнать. Если показать карту, он что-нибудь скажет. Допустим. Кажется, он что-то показывает. Лучше высадить его на следующей станции. Обнаружены редкие ресурсы планета... Вуженгуй. Очень рад. Я, прежде чем лететь на эту станцию, хочу еще навалять вот этим двоим ребятам. У нас же с ними война. Война. Воевать так воевать. Ну-ка, иди сюда. Вы уже продемонстрировали пагубную приверженность неистине. Закройте глаза и ждите неизбежного. Хорошо. Мне что, сейчас наваляют, хочешь сказать? Ты смотри, какие серьезные ребята. Они меня могут навалять. Да отпустишь ты меня. Ёптер, ёптер. Это что за... Нихрена себе. Йай-яй-яй-яй. Так, эти засранцы у меня прямо по курсу ставят мины. Хорошо. Надо от этого дела уходить. Ладно, я понял. Тогда я ускорение буду береть чисто на мины. Вообще, мне по-хорошему надо было бы корпус починить. В прошлый раз. Но у меня сейчас есть еще всякие чинилки, всякие там ресурсы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Задел. Задел я одну мину. Задел. Так. Надо попробовать этих маленьких жопошников позбивать. Но, по-моему, это не слишком удачная затея, да? Так, отлично. Блин, мне надо его сзади обойти. Он спереди очень больно, очень много бьет. Собака. Он опять на меня выворачивает? Нет. Я не дам тебе на меня вывернуть. Замечательно. Вот так вот. Ну чё, лососной летунца? Ну, маленькие жопошники, а? А не надо, потому что ко мне лезть со своей религией. То то им не так, то это им не так, то путь им не истинный. Собаки. Получена книга второго завета. Это в смысле, я их делать теперь продолжать, что ли, буду? Да хрен там плавал. Надо оно мне. А эта маленькая козявка так от меня не отстала. Да сдох. Во, всё, он сдох. Фу. О, нормально подрались. Валим. Я-то надеялась, что квадхесты выше всяких войн и разногласий. Наивно, да? Они религиозные фанатики. Как они могут быть выше всяких войн и разногласий? Ну, о чём ты говоришь? А ещё археолог, блин. Как будто сама этого не понимает. Лаборатория. Книга второго завета. Фаллиант квадхестов, указывающий на местонахождение трёх легендарных реликвий этой расы. Отправьте меня, я найду реликвий больше, чем вы увидите за всю жизнь. Вот да, в землеройке, я уверен. Читай. Мне удалось найти указания на координаты в этом секторе. Ищите в системе с красным гигантом. Хорошо. Ну, сначала... Нет, погоди. Давай-ка сначала мы выйдем, наверное, на карту. Посмотрим, ещё раз осмотримся. Кончилась экзотическая материя. Здорово. Давай быстрее разворачивайся. Быстрее, 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 быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй. А-а-а, так, ресурсики. А у меня остались только ремонты. Слушай, а во вратах я смогу починиться, нет? Я чё-то не помню, есть там такая функция. Давай проверим. Заправиться, точнее. Мне на один табак должно хватить? Или они со мной просто не будут теперь разговаривать? Да, скорее всего, не будут. Видишь, не горит посадочная платформа. Слуги желают воспользоваться вратами, за которые мы в ответе. Но хотя бы профинансируйте наш священный поход. На. Скотина. Да, торговать они со мной отказываются. Но это естественно. Если бы они хотели со мной торговать, это было бы очень странно. Спонсировать своего врага и помогать ему? Хрен с ним. Мы прыгаем в соседние скопления и оттуда уже посмотрим на всю карту. Продолжение следует... Вес фигдрасиля засохла. Ну да, правильно. А следующий этап у нее будет, она шипы распустит. Ладно. Это хорошо, конечно, и замечательно. Мы с вами пересекли еще одно скопление. Прыгнули в соседние. Наверное, так и будем. Да, по скоплению за Сирию прыгать. А уже кто вы улетели? Кем бы они ни были. Будем прыгать по скоплению за Сирию. Давай, давай, пообщаемся уже с тобой, а то не останут ведь. Кто вы? Опа. Кто-то новенький. Ёптертер. Волфаксы. Волфакский рыцарь Маршалл. Приветствую вас, неопознанные корабли. Границу Волфакса вы здесь пересекли. Мы рыцари Империи, равных нам на поле ратном в галактике вы не найдете. Ни в это, ни в другой. Добро пожаловать, коль есть отвага в сердце вашем. Но если нет, вам будут здесь не рады. Да ладно тебе, че-то это. Работа есть? Работа черная, она удела для сервов, а рыцарю такое не пристало. Слышь, рыцарь! Слушай мне, если бы не все работяги, то тебя бы и не было бы. Лошара, так, пойдем отсюда. Поизучаем ребята с этой, эту расу. Пообщаемся с ними в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова